Пятый класс, тринадцатая серия. Делимость. Число, которое делится без остатка нацело на 3, можно представить в виде произведения. 3 умножить на n. n – натуральное число. При делении на 3 может получиться и остаток 1 или 2. Число, которое при делении на 3 даёт остаток 1, можно представить вот в таком виде. А если остаток равен 2, то вот формула числа, которое при делении на 3 даёт остаток 2. Итак, при делении на 3 остаток либо равен 0, либо 1, либо 2. Давайте рассмотрим свойства делимости. Делимость суммы. Первое свойство. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Допустим, каждое слагаемое делится на 3. Сумма тоже делится на 3. Второе свойство. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, то сумма на это число не делится. Причём у суммы будет такой же остаток при делении на это число, как и у того числа, которое не делится. Например, первое слагаемое делится на 3, а второе при делении на 3 даёт остаток 1. Значение суммы при делении на 3 даст остаток 1. А если у второго слагаемого был остаток 2, то у суммы тоже будет остаток 2. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторое число, то и произведение делится на это число. Вот один из множителей делится на 3. Произведение будет делиться на 3. Признаки делимости. На 10. В каком случае число делится на 10? Как, не выполняя действие деления, сразу определить, делится на 10 или нет? Последняя цифра числа должна быть 0. Итак, число делится на 10 тогда и только тогда, когда последняя цифра 0. Признак делимости на 5. Число делится на 5 тогда и только тогда, когда последняя цифра 0 или 5. Вот только в таком случае число будет делиться на 5. И признак делимости на 2. Последняя цифра должна быть чётной. 0, 2, 4, 6 или 8. Вот тогда число будет делиться на 2. Первая задача. Можно ли разменять 100 рублей при помощи 35 монет достоинством 1 и 5 рублей? Итак, значения 1 и 5. Это числа нечётные. 35 монет. То есть нечётное число нечётных слагаемых. Значение суммы будет нечётно. 100 получить нельзя. Вторая задача. Цифру 4, с которой начиналось трёхзначное число. Давайте сразу запишем. 4АБ. Вот это трёхзначное число. Цифру 4 перенесли в конец числа, и в результате получилось число на 279 меньше. Итак, давайте запишем. Получилось число АБ4 и значение разности 279. Вот, записав таким образом, можно сразу быстро определить значение В. Вот по последней цифре. В равно 3. Только в таком случае получится 9 в конце. А затем, если вместо В вы подставите 3, определяется сразу значение А. А – 1. Вопрос задачи. Какое число было первоначально? Первоначально было число 4АБ. Значит, ответ 4, 1, 3, 413. Ответ в этой задаче. Третья задача. Найдите наименьшее пятизначное натуральное число, которое делится на 100, сумма цифр которого равна 3. Итак, пятизначное число будет делиться на 100 в том случае, если последние две цифры – нули. Сумма цифр числа равна 3. Надо назвать наименьшее. Значит, 0 на первом месте мы записать не можем у пятизначного числа. Записываем 1, затем на втором месте 0 и 2. Сумма цифр равна 3. Это наименьшее пятизначное. Четвёртая задача. Можно ли организовать шахматный турнир с 25 шахматистами, чтобы каждый сыграл по 11 партий? Итак, давайте попробуем определить, сколько же партий будет в таком турнире. 25 шахматистов. Каждый играет по 11. И значение этого произведения надо разделить на 2, потому что одна партия на двоих. А теперь давайте посмотрим, можно ли выполнить действие деления. Нечётное число – нечётное. Значение произведения – нечётное. На 2 не делится. Значит, нельзя. И пятая задача. Конь вышел с клетки А1 и через несколько ходов вернулся обратно. «Докажите, что он сделал чётное число ходов». Итак, конь делает ходы буквой Г. Вот три клетки и ещё одна. Причём, обратите внимание, с каждым ходом цвет поля меняется. Значит, сначала конь находился на поле А1, значит, после первого хода он будет находиться на белом поле, после ещё одного опять на чёрном поле и так далее. Итак, если он сделает нечётное число ходов, цвет поля поменяется. А если чётное, цвет поля останется прежним. Итак, если он вернулся обратно на А1, значит, сделал чётное число ходов.